Продолжим разговор как раз с депутатом Законодательной Думы Томской области, Станиславом Карповым. Станислав Артурович, здравствуйте. Сразу поясню зрителям, что представляете вы фракцию ЛДПР. Собственно, логичный вопрос. У многих на слуху. Обсуждалось это на этой неделе очень активно. Стата из выступления Владимира Вольфовича Жириновского в конце прошлого года в Государственной Думе. Если кто-то не знает, напомню, вы почувствуете все в 4 утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 22 год был годом мирным, но я люблю правду. Этот год будет немирный, когда Россия снова станет великой страной. И вот здесь вот пошли рассуждения, что это пророческий дар открылся. Или Владимир Вольфович что-то на самом деле знал заранее. Вот как внутри партии это было объяснено? Это глубокая аналитика или мы так удачно попали пальцем в небо и выбрали красивую дату? Ну вы знаете, это однозначно не совпадение. И мы можем это утверждать по одной простой причине. Это же далеко не первый случай, когда Владимир Вольфович очень точно описал предстоящие геополитические события. Начнем с того, что начиная с 91-го года он поступательно говорил о том, что и Крым, и Новороссия вернется в состав Российской Федерации. Первоначально к этому относились не очень серьезно, как мы видим, все-таки в итоге так и сложилось. Плюс к этому, ну все-таки, это и соответствующее образование, и огромный политический опыт. 55 лет в политике все-таки это достаточно серьезный срок. И посылки, конечно, тоже есть были. Само собой, да. И, конечно, конечно, это же не первый раз, когда что-то подобное. В 2014 году, когда разворачивались события на Донбассе, тогда он тоже примерно, по-моему, если не путаю, за месяц сказал о том, что Украина что-то произойдет, допустим, там потопит корабль или собьет самолет, да, всему помню, Боинг, случай этот, да. То есть такие вещи он видит наперед. Вот, и, конечно, сейчас мы ждем от него дальнейших каких-то, так скажем, дальнейшей аналитики. Вот, я надеюсь, что в ближайшее время он сможет с нами поделиться своим видением. Вот к вопросу аналитики и ее переменчивости. Неделю назад многие эксперты говорили, что признание независимости Луганска и Донецка это главный козырь Путина, который он не будет разыгрывать. И вот в начале этой недели козырь разыгран. Что, на ваш взгляд, вот за эти выходные поменялось? Вы знаете, я не думаю, что что-то конкретно поменялось за эти выходные. Все-таки это итог того нагнетания, которое происходило последний месяц, последние недели, да, всей в целом ситуации вокруг Украины. Поэтому, возможно, что-то сыграло связанное с тем, что высказались по поводу ядерного статуса Украины. Все-таки нельзя недооценивать, это очень серьезная угроза для Российской Федерации. Подобная возможность, подобного размещения. Поэтому я все-таки думаю, что это комплекс и, так скажем, итог вот этого давления, которое Запад оказывал на нашу страну. Поэтому я не думаю, что... То есть ядерная пугалка могла бы просто стать последней каплей? Ну, вы знаете, пугалка, это, наверное, все-таки неправильное слово, это достаточно серьезная угроза. И надо понимать, что... А чем это отличается от того же кубинского кризиса? Ну так, если разобрать. То есть так же накачивание оружия пограничного государства, так же угроза размещения ядерного оружия. Почему Соединенным Штатам можно, так скажем, воспрепятствовать как-то подобным действиям? А нам нельзя. Ну, знаете, когда-то и Афганистан был таким же местом, куда все закачивалось. Вот сейчас, к сожалению, Украина в чем-то повторяет судьбу. Ну, вот есть такое мнение, что Владимир Путин сейчас нашел, наверное, единственное идеальное решение для того, чтобы уже выложить карты на стол. И 8 лет санкций, и угрозы дальнейших санкций, ну, давайте тогда уж, ребята, играть в открытую. Согласны с этой позицией? Что это, наверное, было самое единственное возможное решение? Вы знаете, я думаю, да. Вот я более чем уверен, что все-таки все подошло к тому моменту, что даже если бы сейчас не было бы этого военного решения, нас действительно в ближайшие лет 10 просто запинали бы, нашли бы любые поводы для санкций, и также экономически просто продолжали сталкивать стагнацию и деградацию. Ну, сейчас достаточно интересная ситуация. Если смотреть западные СМИ, понятно, мы выступаем в роли, привычной уже роли страшного агрессора, но при этом, при всем, позиция-то не мировая. На ваш взгляд, у нас союзники есть, те, которые, может быть, молчат, но морально поддерживают. Ну, смотрите, я тут хотел бы тогда разделить на два разных аспекта ответа на этот вопрос. Первый, ну, есть союзники, как бы, ну, так скажем, в целом, внешнеполитически, да, это, например, Китай, да, который заявил, что санкции не нужны. Да, само собой, да, на нашей сфере. Я так понимаю, что на данный момент еще с Индией не совсем понятно, да, как они это определяют. Это, как бы, один момент. Но, опять-таки, это же вопрос, нам нужны союзники экономические, военные нам союзники на данном, как бы, моменте, в этапе не нужны совершенно. О чем было заявлено, как бы, мы справляемся со своими силами, с любыми угрозами, да. Второй момент во всем этом вопросе. Я, на самом деле, до этого времени сильно не интересовался, допустим, внутренним, как сказать, внутренним политическим, внутренней политической кухней зарубежной. То есть, вот когда все, собственно, начало нагнетаться, я начал смотреть, что же происходит, допустим, в телепередачах, в ток-шоу, там, в европейских, да, не в том информационном потоке, который, где вот только грязь на Россию льет, да, вот эти каналы, а именно, которые вот более-менее независимые. И тут для меня открылась очень интересная, так скажем, новость. Это то, что, во-первых, в Европе есть большое количество политиков, которые совершенно не понимают, зачем все это нужно, да, то есть, вот это продвижение НАТО, и во Франции, например, есть кандидаты, да, там, президенты оппозиционных партий, которые вполне открыто говорят о том, что надо выходить из НАТО. То есть, для чего в Франции, для ее, там, безопасности, нужны вот эти вот разборки, там, Соединенных Штатов и России. Они вот, в их национальной безопасности, они не понимают вот этого элемента. И экономического тоже, да. И еще, и Китай. На Украине есть политики, которые вполне, вот я посмотрел за последние, там, несколько недель, они предупреждали, в том числе и свою власть, и Зеленского, что вот вы все ведете к тому, что будет открытое противостояние. И они прям открыто предупреждали, что вот ты сказал вот это, будет, соответственно, такая реакция от России. Везде есть люди, которые четко, ну, как бы трезво понимают и оценивают ситуацию, и понимают и позицию России, и, как бы, предпосылки, и почему это все происходит. Поэтому я думаю, что союзники найдутся в том числе и с той стороны. Со временем они проявятся, в любом случае там тоже будут проходить выборы, да, будет меняться как-то внутренняя повестка политическая. Там есть такие люди, которые прекрасно все понимают. Ну, как раз о трезвости выбора. Сейчас все-таки реакция в обществе на события неоднозначна. С лозунгом «нет войне», я думаю, даже спорить не имеет смысла. Но, тем не менее, вот происходят какие-то такие, знаете, безопасные в социальных сетях призывы покаяться, стыд за свою национальность и прочее. Вот, как правило, это выражают молодые люди. Это то поколение, которое будет решать судьбу страны лет через 20-30. Вот, на ваш взгляд, что сейчас можно сказать и какую работу надо вести вот с этой молодежью, для того, чтобы через 20-30 лет у нас не выросло поколение людей, которые стыдятся того, что они русские? Ну, тут тоже я, наверное, на несколько аспектов разложу, да, этот вопрос. Во-первых, самое, наверное, печальное у всей этой ситуации оказалось то, мы, конечно, много общаемся с молодежью, у нас и свое молодежное крыло, и в ЛДПР. И в целом, как бы, сейчас активисты, политические партии, в основном, это все молодежь. Мы столкнулись с тем, что многие, даже те, кто рядом с политической темой находится, узнали о том, что есть проблемы во внешней политике из ТикТока. Ну, то есть вот, грубо говоря, да, как бы это там не звучало, но по факту так, то есть в один день человек листал ленту, все было в порядке, в другой день вдруг там появилось признание ДНР, ЛНР, ничего не понятно, через два дня вдруг там военная операция. Полетели ракеты. Да, и полетели ракеты. И, конечно же, тут какой момент, ты вот, когда пользуешься социальными сетями, новостными лентами, ты попадаешь в эту трубу информационную. То есть если тебя изначально туда затянуло, там, тебе друзья что-то кидали, и ты видел контент, где там только Россия, агрессоры и так далее, и так далее, ты будешь только в ней находиться, ты никогда оттуда не выберешься. Либо наоборот, да, где все по-другому, где, допустим, трезвая точка зрения, или там еще какая-то третья, не важно. Но суть в том, что важно тут молодежи доносить, но я думаю, что многие это понимают уже, сейчас вот культура именно, так скажем, пользования социальными сетями, она все повышается и повышается, многие понимают, что нельзя пользоваться одним каким-то источником информации. Критическое мышление. Это самое важное, что сейчас вот и отсутствие эмоций. Потому что я честно скажу, я прекрасно понимаю, молодость это эмоции всегда. Я, если честно, вчера вот у меня прям, ну, я его тоже смешанно очень чувствую, потому что война это всегда страшно, это всегда плохо, это однозначно. Но тут важно как бы эти эмоции остановить и постараться разобраться, почему так произошло, да, из-за чего, к чему это приведет. Потому что все-таки важно вот молодежи сейчас понять, что война, она сейчас, это не только танки и стрельба, это в первую очередь информационная война. И сейчас есть вот куча вот этих центров, которые каждый пытается заманить на свою сторону. Война вот самая полномасштабная идет сейчас там, в информационном пространстве, за ум, за сознание людей, там, граждан и так далее. Что касательно стыда, ни в коем случае нельзя поддаваться подобным, как бы, чувствам, по одной простой причине. Все-таки русские, украинцы, жители там ДНР, ЛНР, это все один единый народ. Это, в России не воюют с украинским народом, это самое важное, что нужно для себя осознать. Сейчас мы занимаемся тем, Российская Федерация, что мы, так скажем, наводим внешнюю политику, пусть и таким силовым методом, не с Украиной, а все-таки с блоком НАТО Соединенными Штатами Америки. Вот это важно для себя осознать. Война идет не с украинцами, не с людьми, которые там живут, она идет именно с агрессором, а чтобы понять, что это потенциальный агрессор, очень просто зайти в тот же самый интернет и посмотреть воины, в которых участвовал НАТО. Благодарим вас за то, что пришли сегодня, рассказали. Будем надеяться, что действительно все у нас как-то стабилизируется, устаканится. Главное, что сейчас, наверное, не поддаваться панике. С гостем в студии мы прощаемся. Напоминаю, это был депутат Законодательной Думы Томской области Станислав Карпов. Не переключайтесь сейчас о том, что вас ждет дальше.